Человек погибло и три человека получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы. В данный момент в следственном управлении УМВД России по Крымской области возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ. В следственном транзит по информации, пристегнутой либо не пристегнутой, применяем безопасность, в настоящее время вытащается, проводится следственное действие. Среди погибших есть дети? По предыдущей информации несовершеннолетних среди погибших нет. Это жители Ржева, это жители Твери, установлено уже, нет? Устанавливаются, осмотром место происшествия идет и начали закрыть. Скажите, пожалуйста, относительно документов у водителя Форда Транзита. Документы в наличии, автобус заказной, маршрут, я сказал, Ржев, Твери. Легальный? Заказной маршрут. Вы режимы установлены у водителя уже ясно? В обоих автобусах такого же присутствуют. Однако вы видели слишком серьезные повреждения, поэтому при проведении следственных действий будет останавливаться. Были ли нарушения режима трудоустройства, либо не было. То есть я поняла, что уход вы не платите? Различные степени тяжести, да. Уточняются диагнозы. Улица пострадавших находятся в медицинском учреждении города Твери. Пострадавшие и в автобусе, и в микроавтобусе, да? Да, совершенно верно. Нет, все будет управлено в ходе расследования, при получении всех обстоятельств, изучении всех обстоятельств, полученных при осмотре места происшествия. И опросить всех участников, свидетелей, возможно. Помощь спасателей пригодилась здесь? Да, конечно. Что они делали? Демлокировали пострадавших, отправляли в медицинское учреждение, организовывали вместе с сотрудниками ДОС-автоинфекции объезд транспорта и так далее. То есть мы видим сейчас, как это произошло, так все на месте и стоит? Да. Спасибо.